добрый день сегодня у нас makita не сильно распространенная модель 2440 видосик о том как снять переключатель режимов нам нужно вот здесь находится на переключателе заглушечка надо утопить вот здесь находится язычок снизу язычок сверху режим откройся не вообще здесь также надо поддеть все теперь эту байду вытягиваем здесь вот находится фиксатор по вандальски практически его нет уже принципе должен был вот так выставляете чуть-чуть за сверление с перфорацией и он выходит у нас переключали все довольно таки просто главное подписаться на канал ну принципе давайте продолжим разборку думал только переключатель слабый бой на перфораторе посмотрим давайте все-таки от снимем поэтому перфоратору нестандартной модели кругом бур уже застрял ну пускай там и сидит наверно так откручиваем четыре самореза корпуса которые удерживают механику плюс с электрикой здесь такой слабоватый бой посмотрим уже конструкцию в чем отличие здесь всего лишь два режима присутствует сверление и сверление с перфорацией от чистого перфорации отсутствует не могу сказать что это надежней экономичней без понятия без разницы они приходят к нам не знаю не по той причине что надежные может быть по той причине что их мало покупают принципе почему бы так вставляем и выпихиваем электрику в сторону ой механику в сторону электрики не сильно хочет так выпрыгнула механика так отвлекает так слабый бой по той причине вот смотрите принцип работы перфоратора один и тоже макита хоть он и макита хоть bosch если не обслуживается износ идет здесь смазка уходит в цилиндре вот на бойке здесь находится компрессионное резиновое кольцо она изнашивается вот смотрите здесь сухо сухо это все лечится замена компрессионного этого резинового колечка ставим новое колечко наносим смазку смазочку лучше уже сюда применять где же она у нас спряталась вот такую специально макитовская ребята для бойков вот такая консистенция и сколько работа копает че 5 öl эта и сейчас и что это 0 что это за это Вот это надо на медленной записи поставить И в начале ролика Вот такая вам смазочка для бойков стреляющая Видели как взрывная волна Вот это такой макитовской смазочкой Напишите сюда в силиндр Сама бьет Да, бойок будет зереваться Все, так что меняем колечко Наносим капрессу Ой, смазочку сюда Чуть-чуть Давайте уже это сделаем Вот такая Чуть-чуть Не пыжуйте сюда Потому что вы потом бойок не запрессуете Будет компрессия Вакуум создастся А уже когда туда опустите его То сверху побольше На крайняк используйте вот такую Макитовскую смазочку Она намного дешевле Ну и тоже работает Но в идеале будет лучше использовать вот такую Для бойков Вот в принципе и все Что тут? Сборка будет в обратном порядке Я думаю Это не стоит Вашего внимания Сборка здесь Все будет просто Ну, может быть здесь Почистим это все Ух ты Так, и наверное Обычную смазочку Сюда нанесем уже Чтобы было чисто Ну, вот и все Вот вам и ремонт Слабый бой Так, всем пока Удачи вам в ремонте С вас лайки Подписка на Читульский канал Вот слегка дополним еще Видосик тем, что вот У нас дальше находится В стволе Боек-ударник И здесь же ходит цилиндр еще Пистон по прозвищу И он тоже Сему износ идет Здесь смазочку тоже Желательно добавить Хотя она с цилиндра Вот мы Уже здесь Напожимали Не, она распространится Уже и по стволу Еще одно дополнение Вот разбирал патрон Смотрите Что здесь По-украински Мазутный смолец Можно назвать Все запи Вот это да Зайца, что скажи Зайца Сейчас почистим Это все соберем